В этом году церковь Святого Ильи Пророка Русской Православной Старообрядческой Церкви в деревне Ёлкино отмечает 10 лет со дня освящения. Накануне отметить вместе с прихожанами эту дату приехал сам митрополит Московский Ивсия Руси Корнилий, епископ Русской Православной Старообрядческой Церкви. Большого гостя ждали и готовились и настоятель храма отец Дмитрий, и, конечно, прихожане. Встреча митрополита проходит всегда красиво и трогательно, под колокольный звон. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Уважаемый представитель всего храма, отец Якон, чечевцы, певцы, братья и сестры, очень рад вас приветствовать в этом храме, доме Святого Пророка Ильи Физвитного. Накануне вот этого праздника большого церковного Господь нас сюда привел, призвал. Очень рад, что этот завтрашний праздник сочетается еще с двумя юбилеями. Вот это и десятилетие освящения этого храма, который преобразился, я смотрю, в лучшую сторону. Очень рад, что здесь обновление такое красивое. Спасибо, Христос. Ну и десятилетие отца Дмитрия, как был поставлен сюда настоятелем. Вот это тоже, наверное, большое такое дело для него. Крест, который мы вручили ему, вот сейчас он с честью, так можно сказать, это увидел воочию и обнажение пасхи. Смотрю, сколько народа, спаси Христос, хоть сегодня рабочий день, но вот народ приветствует, спаси Христос за хлеб, за соль. И очень рад встретиться, помолиться с Божьей помощью, прославить Господа и его пророка Святаго Ильи Физвитного. Удивительно, но в деревню Ёлкино владыка приехал в свой день рождения. 1 августа митрополит Корнилий отметил 76-летие. Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Митвиенко и депутат Сергей Слепов поздравили митрополита. Мне выпала честь по пророчению главы городского округа Воскресенск, встретить вас на Воскресенской земле, выразить слова благодарности, что вы находите возможность, здоровье, время посещать нашу землю Воскресенскую. И насколько я знаю, вас сегодня еще и день рождения. Хотелось бы поздравить вас, долгих лет жизни вам. Благодарствую. Спаси Христос, большая благодарность, присоединяюсь к поздравлениям председателя Владыкова Святые и хочу пожелать самое главное здоровья и помощи Божьей. И приятные дамы, это кто? Общественная палата. Я общественная палата. В одном лице. Спасибо. Днём рождения. Настоятель храма Ильи Пророка в деревне Ёлкино, отец Дмитрий в этот день тоже отметил своеобразный юбилей – 10 лет служения в храме. Ну, это вот отцу Дмитрию, я думаю, что он к иконе Илье поставит, ну, и ему вот через десятилетие его пребывания в храме, значит, настоятель, вот хотел бы тоже поздравить. Ну, завтра еще будут продолжения, я думаю, что пока другие поздравления уже общие, но сейчас предварительно. Ну, и отец тебе тоже несколько слов сказать, пожалуйста, отец Дмитрий. При освящении всей воды, мы рады вас видеть на Воскресенской земле, просим вас возглавить торжественное богослужение по случаю престольного нашего праздника, просим ваших горячих молитв и мудрых наставлений. Спаси Христос, насколько мудрых, ну, что можно, что Господь даст. Митрополит Московский и всея Руси Корнилий очень тепло относятся к Воскресенской земле и регулярно здесь бывает. Приезжал и на пятилетие освящения храма Ильи в Ёлкино, на закладку и освящение часовня в селе Собурово. Вот и сегодня прибыл пообщаться с прихожанами. После небольшого отдыха владыка возглавил торжественную литургию в честь престольного праздника. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Слава Богу, что вот здесь в этой земле Воскресенской и рядом Егоревской и другие земли, которые называют все это Гуслица, вот наш православный, где очень много людей, которые хранят веру старобряцы, православные русские люди. Вот они вот это испокон веков сюда переселялись, такие глухие места в результате гонений, вот, и здесь вот молились. А сейчас, слава Богу, есть возможность уже свободно молиться, гонений, слава Богу, нет. Но есть возможность вот строить храм, вот этот как красивый, такой внутри очень красиво украшенный, снаружи, вот, и здесь такое красивое озеленение. Я пять лет назад здесь был последний раз, вот, ну, и освещал десять лет назад, и слава Богу, с каждым моим приездом уже вижу такие положительные изменения, которые радуют. Ну, и самое главное, что народ прибавляется, сейчас я увидел, вроде день сегодня рабочий, но много народа, и местное начальство Воскресенское очень приятно тоже меня поздравило, и с днем рождения, с приездом, цветы вручили, тоже приятно. Вот этот хлеб-соль, который люди не забывают, не забывают своих корней, традиции, которые нам очень нужно хранить, потому что за этим стоит спасение души человека, вот эта вера, самое основное. Вот по этой вере Господь нас будет судить, если мы будем жить в этой вере, и как вот все наши дела будут с этой верой сочетаться, то это залог того, что Господь после этой временной жизни нам дарует Царство Небесное, то есть вечную истинную жизнь, к которой мы должны стремиться. Ну, вот поэтому я думаю, что здесь вот эти наши старобрядцы поддерживают это, понимают, молятся, и вот это, конечно, большая радость для меня, что вот в очередной раз меня Господь привел на эту нашу богохранимую землю, землю нашей Подмосковья, именно Воскресенский район в Ёлкино. Вы знаете, иногда кажется, что старобрядчество, да, это некий такой резерв русской культуры, да, который, несмотря на все гонения, несмотря ни на что, да, сохраняет свою веру, сохраняет культуру русскую. Как Вы считаете, это действительно так? Ну, действительно, вот резерв, вот такое слово, сказали, да, мы хранители, хранители, но надо понимать, что этот резерв, это хранение, какой ценой доставалось нашим предкам, потому что это не просто, как в музее, там, в запасниках где-то хранят, или в сундуках там бабушки что-то хранят такое, ну, может, хранят книжки какие-то, еще чего-то, но веру в наши предки, это был раскол печальный 17 века, была православная Русь до этого, в средние века. Ну, вот такой, можно сказать, Сергий Радонежский, как хранитель веры. Ну, а первый старобрядец, я думаю, князь Владимир был, который принес на землю русскую полноту веры, и вот это, значит, вера, которая нужна для спасения, к сожалению, подверглась такой агрессии с запада. Вот во время 17 века расколы вот этого печального, когда обратились на западе цари, патриарх Никона, другие продолжатели, вот давайте как на западе жить. Ну, вот мы сейчас видим, что ничего из этого хорошего не получается за эти века, только все хуже и хуже там вот. А нам, конечно, держаться своих корней, своих традиций, мы их действительно, эти хранители. Но еще раз говорю, что это хранение очень дорого далось нашим предкам, потому что вот это вот хранение, они отдали свою жизнь. Протопопа Авакову сожгли в Пустозерске своими соузниками, мы его от Боярни Морозова сестрой замучили с голодом в Боровске, в земляной яме. И там вот тысячи, сотни, тысячи даже, которые пострадали за эти века для того, чтобы сохранить свою веру. Вот это Двуперсий, как у Сурикова картина Боярни Морозова. Ну и весь строй, весь обычай, все традиции русского духа, культуры, русского языка и так далее, вот эти старобряцы сохраняют. И вот на этом мы держимся. Вечерняя служба в честь престольного праздника Ильинского храма деревни Ёлкино продолжалась около шести часов и возглавлял ее сам митрополит. И это в день своего рождения. По традиции, владыка оставался с ночевкой у прихожан и уже утром следующего дня провел молебен в честь праздника Ильи Пророка. Денис Нитков, Даниил Колпаков. Новости Искровект.